здравствуйте друзья в эфире канал ньюашвок и в рубрике лаборатория политического и военного анализа сокращенно лаборатория пива с вами юрий гимельфар и александр душ саш вот интересная складывать ситуация дело в том что 28 декабря 2013 года был принят федеральный закон номер 398 известный как закон лугового согласно которому только за рассуждение о распаде страны о сепаратизме гражданин может схлопотать до 20 лет тюрьмы то есть даже рассуждать на эту тему запрещено но вот уже несколько дней люди обсуждают довольно странное исследование на портале научная россия была опубликована информация о том что в российской академии наук был рассчитан гипотетический сценарий по которому россия распадается на отдельные государства но ладно бы только это в интервью изданию коммерсант заместитель директора по науке института экономики промышленного производства сибирского отделения ран член корреспондент ран доктор экономических наук виктор суслов он даже рассказал по какой методике проводились эти расчеты это было по произведено по тем же методикам по которым проводилась моделирование распада ссср в конце 80-х начала 90-х годов саш у меня возникает первый вопрос ведь все такое исследование ну она не делается на коленке она не делается в качестве хобби это значит кто-то им заказал это исследование что это вообще такое ну во первых да естественно потому что во первых если заказывают то за это еще и платят потому что любая любая группа ученых любой авторский коллектив издавая подобного рода исследования в частности вот разрабатываете исследования проводя эти исследования она получает за это определенные деньги немалые свой маленький оплату допустим в 20 тысяч рублей мы об этом знаем у нас ученые крупные ученые сейчас плачут в любом научно-исследовательском центре институте они говорят что нам не платят и мы разрабатываем зарабатываем вернее только на целевых разработках так называем значит на эту целевую разработку пришел какой-то государственный заказ значит кто-то чего-то чувствует что у кого-то дымятся штаны вот с задней стороны противоположный гульфику мне так кажется я значит не какой-нибудь там этот крупный научный деятель в области демографии в области экономики в области социологии там и прочего 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 я занимаюсь политическим и военным анализом но при этом могу сказать что опираясь на свои исторические знания проводя исторические параллели могу ясно четко сказать и ты не будешь даже здесь противиться этой точки зрения что все империи когда-либо распадались и когда-либо прекращали свое существование будем отталкиваться от определения карамзина великого прямо скажу великого зрители могут соглашаться могут не соглашаться историка 19 века который исследовал всю историю российской империи и руси дорость до империи до имперской и написал что вся история россии суть суть колонизация да то есть московское княжество на протяжении всей их своей тысячелетней истории и более тысячелетней истории занималась исключительно колонизации вот откуда в составе россии взялся урал то даже по волжье по волжье кавказ урал сибирь дальний восток свое время в состав советского союза входили средняя азия закавказье украина страны балтии белоруссии так далее постепенно первый первый наружный слой колоний отвалился отвалился сейчас пойдет речь об отделении скорее всего мне так кажется господин луговой я не рассуждаю и не призываю я по вашему закону по этому самому 28 декабря 13 года что не пришли что вы у меня штаны не задымились значит я обсуждаю научный труд господ темографов и социологов и экономистов из сибирского отделения академии наук вот о чем я говорю я распад но ты понимаешь передние обсуждают саша а вот обрати внимание интересная получается деталь вот с одной стороны ну давайте дорогие друзья мы будем смотреть на вещи реально что сейчас перспектива распада страны но это даже гадать не нужно что она реальная потому что именно усилиями правящего режима экономика разгромлено население деградировано в никакого баланса взаимоотношений между федеральным центром и регионами нет все предпосылки для сепаратизма они уже созданы вот я вот задаю сейчас элементарный вопрос а вот припомните как мы сашей когда обсуждали проблемы ингушетии и жуткую несправедливость которая творится по отношению к ингушам вы комментарии почитайте к этим видео это несложно сделать друзья все эти видео они сведены на канале в отдельный плейлист с одной стороны что ты лезешь в их дела что ты обсуждаешь дела северного кавказа обсуждайте наши российские дела причем это писали не тролли это писали в общем-то нормальные люди было ну было же а что нам писали наши зрители которые нас же благодарили за освещение этих проблем они нам пишут у вас в россии у нас там в чечне в дагестане в ингушетии у вас и у нас мы с сашей постоянно подчеркиваем этот сепаратизм он уже в башке у людей сидит вы и мы они и мы вот ведь о чем идет речь то есть все предпосылки для распада страны они созданы и страну ну это объективно уже удерживать в существующих границах ну я не понимаю уже как вот с другой стороны да да посмотрим вот сейчас посмотрел с точки зрения межнациональных отношений давай посмотрим с экономической точки зрения даже с точки зрения положения граждан экономического положения граждан все на лицо все признаки колониальной империи это вот давай давайте сравним ее с допустим британской империи вот или допустим с австро-венгерской империи даже с той же римской империи еще дальше туда уйдем туда в историю да была метрополия которая купалась в золоте выжимая все из колоний я ну вот например берем британскую империю куда стекались все богатства которые стекалось все что было награблено в колонии ну почему вот мы сейчас это видим москва да ну и частично может быть питер да это вот две столицы там где сконцентрированы у нас органы управления и не только государством но и крупными корпорациями в том числе и государственными корпорациями частными почему допустим тот же учитель в москве получает 100 тысяч в максимально я не говорю что каждый врач получает 100 тысяч в регионах эти же категории людей получают 15 максимум 20 тысяч вопрос да вопрос очень серьезный вопрос такого не может быть в нормальном государстве я на сто процентов уверен что в той же америке врач или учитель в нью-йорке и в какой-нибудь алабаме например получают более или менее соотносительно если ты привел пример ту же америку вот давайте посмотрим где находится штаб-квартира гугла в калифорнии полуальта вот можете себе представить дорогие друзья чтобы штаб-квартира например роснано или газпрома находилась к примеру в пенсии или в саратове ну вот чё ты ржешь чё ты ржешь хотя ты правильно ржешь правильно вот что получается и с другой стороны вот смотри нам сейчас уверен возразят но хорошо вот британская империя грабила колонии например вывозила золото из индии а у нас живут такие регионы как чеченская республика республика ингушетия они же дотационные дорогие друзья товар который отнимает метрополия серечь москва у колоний есть это лояльность и подделанные голоса за единую россию и за нашего сказочного национального лидера минуточку вы хотите сказать что это не товар это такой же точно товар за это да они за это платят вот поэтому я не вижу здесь ни малейших противоречий при этом смотри какая главная цель которую ставят себе вот эти люди вот эти люди которые к этому ведут имеется ввиду развалив экономику максимально снизив до революционного уровня ну скажем так в голове она созрела но физически она произойти не может только по причине того что люди в силу отрицательной селекции не могут объединиться не могут вооружиться мы к этому не призываем слава богу что это не произошло и может быть не произойдет вот именно может быть не произойдет хотя они сейчас все делают что произошло да вот этот они какой цель преследует вот сейчас вот сосредоточимся на этом то что то что они натворили то что они натворили и в результате вот этого развала и распада они быстро сядут свои бизнес джеты и просто перелетят на другую территорию и даже условиях предъявления им обвинения на международном уровне на международном уровне допустим от того московского княжества которое останется на руинах вот этой великой империи никто не сможет предъявить обвинение потому что будет отсутствовать правоприемник этой империи просто вот этот вот сказочный национальный лидер вместе со своей семьей садится в бизнес джет перелетает куда-нибудь там ну допустим может быть даже в северную корею а может быть в тегеран а может быть где-нибудь в африке кому он там прощает падки такими деньгами он может даже переехать в пустыню сахара и сделать там с такими деньгами оазис вот ведь после этого на развалинах на обломках этой великой империи какой-нибудь прокурор пишет обвинение там передает его в международные органы а ему говорят а ты не правомочен ты вообще кто такой ты прокурор московского княжества а российской федерации например больше нет или проповолжской республики или там уральской республики ингерманландии совершенно верно судьба регионов судьба регионов и системы их объединения будет зависеть естественно от их нынешних экономических возможностей вот я взял наш регион проанализировал оказывается мы это на данный момент вот при всей бедности саратовской области саратовская область является регионом донором до саша мы качаем папке а ты вспомни полтора года назад мы проводили на улицах опрос и задавали вопрос вот есть такое выражение хватит кормить москву вы с ним согласны или нет 90 процентов ответили да согласны до сока под камеру посмотрите тапрус есть под камеру это говорили случай распада процесс будет такой. Будет переток населения в регионы-доноры, которые могут сами себя обеспечить. Я вот, например, сейчас элементарные признаки региона-донора по Саратовской области вам скажу. Смотрите. В области промышленности. Ничего нет. Все порушили. Но! Две крупнейших в России электростанции. Атомная и гидра. А это же главное. Электричеством можно торговать. Огромные сельскохозяйственные угодья. А это что? Это мясо и зерно. Может быть, овощи и фрукты. Которым тоже можно торговать. Огромные ресурсы, водные ресурсы. Такие, как река Волга. Даже, смотри, в интеллектуальной области, а этим тоже можно торговать, 5 крупных академий. Университетов и академий. Всероссийского на сегодняшний день уровня. В советское время это было 14 высших учебных заведений, которые свели в 5 академий сейчас, на данный момент. Это интеллектуальный потенциал, которым, я еще раз говорю, можно торговать. Хотя бы на российском уровне. Да даже, посмотри, даже в оборонном потенциале два крупных военных училища, Вольское и Саратовское. А это уже основа вооруженных сил своих собственных. Да. То есть, все признаки, все признаки и возможности для существования автономно у данного одного единственного региона есть. Есть соседние регионы, у которых этого нет. Не буду показывать пальцем. В этом случае пойдет переток населения. Вот вам новая процветающая республика. Или пойдет объединение с регионами-реципиентами, для того, чтобы, ну, как-то наладить более-менее паритетные отношения, увеличить площадь, территорию и так далее. Конечно, это будет связано с серьезной политической борьбой. Будут друг друга душить. Будут, значит, ну, элементарные признаки политической борьбы. Ну, это же хорошо. Это же хорошо, когда не когда сверху тебе губернатора назначают, а когда губернаторы борются, когда депутаты борются и выдвигают, и приходят к власти. Вот такое можно... Я, вот, честно говоря, исследованию этих сибирских ученых доверяю. Пусть зрители рассуждают дальше сами на эту тему. Я согласен с тобой полностью, но я опять же задаю вопрос. Кто заказчик? Потому что смотри, какая получается интересная картина. Я еще раз, дорогие зрители, напоминаю вам даты. Федеральный закон номер 398, закон Лугового, был принят 28 декабря 2013 года. Как раз в этот период и зарождался Крым наш. Саш, ну ты военный человек, ты прекрасно понимаешь, что такую операцию, которую мы условно называем вежливые люди, но она за пять минут не планируется. Она готовится... Нет, нет, нет. Недели и месяцы. Нет, ты что? Вот. Месяцы, месяцы. Месяцы, правильно. Это однозначно. Значит, накинули кляп народа общества, дальше все. Вы обратите внимание, друзья мои, ну вот как по заказу. Все делается для ухудшения экономического положения не только людей, но и целых регионов. То есть создаются все предпосылки для распада страны. Теперь заказывается такое исследование и публикуется в сервильном издании, в коммерсанте. То есть это шла целенаправленная подготовка на развал страны, потому что главное... Ну вот я всегда говорю, что стороной правят ОПГ. Бандиты из подворотни. Какой главный принцип мафии? Если мафиоза кому-то должен убить кредитора. Пожалуйста, убивается страна. И я здесь вынужден, Саш, согласиться, что мы получаем, по сути дела, отсутствие правоприемственности. Кому предъявлять претензии и кто, самое главное, будет предъявлять эти претензии. При этом, обрати внимание, остаются вот долги, но долги чьи и кому. Вот это тоже очень важно. Госдолг-то был выплачен. Долг России западным странам, он был выплачен. И вот вам, пожалуйста... То есть, ситуации с распадом Российской империи и образованием Советского Союза не получится, когда... Почему весь мир ополчился тогда на Советский Союз? Потому что тогда Ленин и большевики, они повели себя как гопники из подворотни. Это не мы брали кредиты, и мы их отдавать не будем. А как это не вы? А вот здесь действительно. Здесь долгов нет, ничего нет. Санкции, а санкции кому? На кого были наложены санкции? Санкции были наложены за то, что был аннексирован Крым изначально. Вот за что были наложены санкции. А сейчас получается так, все будут просто разводить руками. Идеальная комбинация. Вот как так, с моей точки зрения. Единственное, что мы не можем обозначить, и господа ученые из Сибири не могут обозначить, это сроки. Это сроки. Ну, а так, в принципе, все совершенно четко, ясно, объективно и спокойно можно... В их трудах все это можно понять. Ну, единственное, с чем я не до конца соглашусь вот с этим исследованием, это то, что ученые из Сибирского отделения Академии наук, они прогнозировали распад по границам федеральных округов. А вот это спорный момент. Это очень спорно. Ну, пусть будут какие-то довороты небольшие, это не страшно. Но если процесс объективный, как они это доказывают, одна область плюс, одна область минус, это не так страшно. Ну, это да. Ну, что ж, друзья, вы слышали нашу точку зрения и наше оценочное суждение по поводу исследования, которые провели в Сибирском отделении Российской Академии наук, ученые о том, что будет, если Россия распадается на несколько государств и прекращает свою субъектность как субъект международного права, извините за тавтологию. Ну, я как всегда же напоминаю, выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Ньюашвот. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok